Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Приморский край для участия в 7-м Восточном экономическом форуме встретился с главой региона Олегом Кожемяка. Олег Владимирович, мы с вами много времени провели сегодня вместе. Так или иначе, мы говорили о вопросах развития Приморского края. У вас много интересных идей по некоторым направлениям развития на крае. Они действительно интересны и, безусловно, многие из них будут поддержаны. В начале беседы Владимир Путин поинтересовался о последствиях прошедшего тайфуна. Вы знаете, таких особых последствий нет, хотя у нас по 7 муниципальным районам прошелся где-то норма 173%, то есть по 154 мм, то 128% месячной нормы. У нас в Азовской районе были пострадавшие, там отрезано 13 населённых пунктов, посмывало несколько мостов на 11-м, 55-м километре. Но с утра у нас, уже сейчас туда техника двигается, с утра у нас выдвигается Примавтодор, выдвигается спасатель находкинского отряда МЧС. В 8 утра выдвинется вертолёт МЧС с поисково-спасательной группой, чтобы промониторить всё. Надеюсь, что мы, наверное, к вечеру максимальные последствия постараемся устранить. Что касается социально-экономического блока, то, по словам Олега Кожемяка, в Приморском крае налоговые и неналоговые доходы растут на 14%. Показатель по безработице в регионе – 3,1%. Один из самых низких в стране. Вообще, на Дальнем Востоке каждый четвёртый предприниматель – это из Приморского края. Здесь люди очень предприимчивые. Проекты те, которые вы поддерживали, не продолжаются. И завод «Звезда», и сейчас Приморский металлургический завод. «Звезда» разворачивается. Разворачивается и хорошо идёт. И люди поверили в это. Заказы появились, поэтому стабильные. Якорный заказ есть. Да, да, да. И уже мы строим там жильё, сейчас только микрорайон сдали. Я знаю, что вы проводили совещание с ВПК. Мы договорились сегодня с генеральным директором, что мы там дом построим в Арсеньеве для новых работников. Стоквартирный. И с крупнопанельного домостроения. Мы его сделаем за год». Глава Приморья и президент коснулись и другой важной темы – расширения программы «Дальневосточная ипотека». Олег Ажемяка передал президенту запросы населения поднять ограничения по возрасту заёмщика до 40 лет и увеличить максимальную сумму кредита до 8 миллионов рублей. «Разпенсию продлили, возраст продлили до 40 лет. Считаться молодежью. Срок продлеваем. Ну вот просят очень сильно, это прям массовое обращение всем, чтобы продлили до 40 лет. И в силу того, что выросла стоимость, чтобы заем предусматривал не 6 миллионов, а 8,5 миллионов. Потому что объем кредита. Вот эти два момента. Поэтому прошу поддержать, это будет хорошим подспорьем для того, чтобы здесь закреплять людей. Новые успехи достигает и сельское хозяйство Приморья. Аграрии хотели бы экспортировать свою продукцию, но квота на вывоз кукурузы и пошлина на экспортируемую сою мешают процессу. Все-таки ограничения, я думаю, что для Дальнего Востока по квоте на кукурузу и по пошлине на сою были не нужны. Что за квоты? Квота, ну на кукурузу дается квота, на экспорт. А, на экспорт. Да. У нас не столько много, значит, этой кукурузы и квоты, значит, мы только... Сейчас я поговорил с министром, сейчас ситуация кардинально меняется, виды на урожай уже определенные, они очень хорошие, поэтому эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с ним проработаю. В конце встречи Олег Кожемяка напомнил президенту о школе, рухнувшей в военном городке Воздвиженка под Уссурийском. Такой момент, связанный с Воздвиженской школой, вот, то есть, как вы знаете, с прямого разговора она тогда рухнула, 53-е годы постройки, вот, еще при Сталине начиналось. И мы со своей стороны взяли этот городок, военная Воздвиженка, восстановили сейчас и продолжаем восстанавливать водопроводные сети, канализацию, это порядка 600 миллионов затратили. Подготовили проект школы, вот, и просьба поддержать по финансированию, еще там была нормальная новая школа. Напомним, 7-й Восточноэкономический форум проходит в Владивостоке с 5 по 8 сентября. Главная его тема – на пути к многополярному миру. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.